Когда не скажу, он может закончиться нашей победой только в том случае, когда у России начнутся проблемы. Да, наша армия не сможет против Российской выступить в открытую, это понятное дело. Да, там были, ну как ни крути, в России все-таки лучшая армия, она и лучше снабжена, и количественная больше, и техники больше, и лучше она. То есть в открытую нет. Таким образом, как было это лето и зимой, 14-15 года, то есть 24 августа, это, я так понимаю, были первые колонны вхождения именно российских регулярных войск. Не добровольцев, как они там их называют, да, потому что добровольцы там и так до этого были, а это было именно вхождение регулярных войск. Ну опять, ну сколько там зашло? Ну по разным данным говорят там 10-15 тысяч. Ну с такой армией да, а если войдет весь там Южный округ, там порядка 120 тысяч, ну конечно это будет очень тяжело, очень тяжело, и я не думаю, что в таком случае мы победим. Но при нынешней ситуации, при нынешней поддержке нашей страны, нашей армии, там со стороны Запада, со стороны США, то есть, ну в принципе Россия стала жить недолго. С этим правительством, которое там сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова